Вот так. Адмиралом российского флота. Его зовут... Фёдор Апраксин. Его зовут Фёдор Апраксин. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Полундра». Вперёд, ура, «Полундра» – лучшая еда. Ура! Поднять паруса, зарядить пушки. Мы играем до шести туров. Суперприз – заграничная поездка. Приступаем ко второму туру. Адмирал Зелёных Миша. Адмирал Зелёных Дмитрий. Уважаемые адмиралы, хочу вручить вам памятные знаки. Если вы ничего не будете знать, вы можете спросить у родителей, которые, кстати, тоже могут не знать. То же самое для вас, Зелёные. Держите. Напоминаю правила игры. Выиграет тот, кто первым подъебёт все корабли соперников. Свой флот надо беречь. Сохранив шесть кораблей, вы перескакиваете сразу через один тур. За пять получаете замечательную игру, которая называется «Дартс». А к тому, кто первый подъебёт вражеский четырёхтрубник, я вручу игру «Морской бой». Бой начинается! Полудра! Вперёд! Ваш выстрел! Активно болеют жёлтые на своих. И не зря, и не зря. Ваша поддержка пригодилась. А вы все вместе учите, да? А, и вот такой дружной тусовочкой приехали поболеть, да? Понятно. Татьяна, вы ранены. Сколько у вас палуб на корабле? Две. Две? Кем Пётр Первый назначил Фёдора Апраксина во время их совместной поездки к Белому морю? Комендантом Архангельска, штурманом или воеводой? Кем назначил Пётр Первого? Фёдора Апраксина. Штурманом. Штурманом. Неправильный ответ. Он же его близкий человек был, друг практически. Двинским воеводой с поручением строить корабли для торговли и охраны судоходства у вас лёгкий маленький антракт. Продолжай, жёлтые. Огонь! Несё коту Масленица. Начал хорошо, продолжать надо так же неплохо. Стреляют зелёные. Поподи! Поподи! Мимо! Продолжай бой. Не отходи от орудия. Поподи! 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 Мимо! Повезло адмиралу. Стреляем дальше. Поподи! Мимо! Серьёзная дуэль между адмиралами. Но мне кажется, что на этот раз тут над финишной прямой победил Дмитрий. Вас очень быстро изолировали, я смотрю. Изолятор. Да. Уздоравливайте, поправляйтесь. Зализывайте раны. Продолжаем бой. Стреляют кто бы вы думали. Совершенно верно. Жёлтые, вперёд! Поподи! 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 Ой, мимо. Михаил, пока твой корабль на месте, пока ты не ранен, ты можешь сделать много хороших дел, как, например, попасть и ранить, и ранить, и ранить четвёртый номер двухпалубник у тебя. Она не бедная, она богатая душой и знаниями, надеюсь, потому что они могут тебе сейчас пригодиться. Из чего сделана Эйфелева башня? Из бронзовых перил, из деревянных балок или из стальных конструкций? Стали, стали. Из стали. Из стали. Как закалялась сталь? А высота её 300 метров. Представляешь, и всё это из стальных конструкций. Круто, Наталья, стреляй. Вперёд, Наташа! Поподи! Ну как, со стендера компании с Эйфландирома попадёт ли? Да! Это практически второй штурман. Смотри, не поверила сама, что попала. Добро пожаловать в мир знаний. Алексей, что скрывается за словом «беладонна»? Растение, вышивка или вуаль? Слушай вас, господа. Растение такое, ядовитое. Оно ядовитое ещё. Оно ещё ядовитое. Кто? Кто ядовитое? Вышивка ядовитое или вуаль? Растение. Растение? А в переводе означает, что это значит «беладонна»? Правильно. Прекрасная дама. Есть такое растение. Стреляй, Лёша! Молодцы, зелёненькие! Ориентируйся! Ориентируйся! В флоре, по крайней мере. Руга дрожит. Снаряда хватит? Есть. Серьёзная игра. Смотрите, никто не хотел тонуть. Наталья. Вместе просим. Вместе просим в гроб. Пока. Так, всё. Наташа в прямом смысле этого слова «смылу». Наташа смылась, стреляют зелёные. Вперёд! Провожить! Провожить. Мимо. Это вам фору дают, мне кажется. Они же знатные игроки. Провожить. Провожить. Снайпер целится! И мимо! Адмирал, вы чем занимаетесь? Вы что, в подавкишки собрались здесь играть? У нас серьёзная игра. Товарищи, соберитесь, стреляют жёлтые. Мимо! Ох, интересный, интересный бой. А главное, очень шумный. Я ничего не слышу, я ничего не слышу, но я вижу, я вижу, что ранили, Никита, твой броненосец. Да. По всей вероятности. Готов к ответу? Да. Как звали юношу, которого Аполлон превратил в дерево? Вот парню не повезло. Нарцисс, кипарис или парис? Кипарис. Кипарис. Сказали, значит, кипарис, значит, кипарис. Правильно, адмирал? Стреляйте, Никита! Правильно, кипарис! Но на этот раз уже просто некуда стрелять. Совершенно верно. Многоуважаемый Алексей. Как назывался первый русский торговый корабль, который был построен в 1694 году в Архангельске под руководством Апраксина? Как назывался корабль? Святой Петр, Святой Павел или Санкт-Петербург? За парочка. Не знаю, что выбрать. То ли Павла, то ли Петра, то ли Санкт-Петербург. Ну, что вы будете делать? Святой Петр, думаешь, да? Да думаешь, он был таким лизоблюдом? Нет. Нет. Еще раз нет. Святой Павел стреляет желтые. Поздравляю. Пам-пам-парам, пам-парам, пам-парурам. Что будешь делать на суше? Ничего. Ничего, правильно. Баклуши бить и рыбку ловить. Базаров, Леха. Чем сказать? Жалко, конечно. Хорош, что ты парень был. Был, да сплыл. Правильно? Так, четыре человека осталось в оплотилии зеленых и пятеро желтых. Еще и желтые стреляют. Вперед! Павел! 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 Настоящий адмирал знает свое дело. Когда в Европе появились первые водопроводы. Водопровод это такая штучка. Понятно. Знаешь? И куда все пошло? Водопровод. Правильно. Так вот, когда в Европе они появились? В Средневековье, в середине девятнадцатого века или после Первой мировой войны? Думайте, вспоминайте. В середине, в середине этого. В середине девятнадцатого века. В середине девятнадцатого века. Если вы мыслите логически, то вы правильно помыслили. Стреляю зеленый! Поздравляю! Хороший выстрел, шеф. Молодец. Никита, ну уже просто надо заказывать инвалидное кресло. Ой. Ох. Что такое Талер? Что такое Талер? Талер это либо парусное судно, либо шлем средневекового рыцаря, либо монета. Монета. Правильно. Монета весом двадцать восемь грамм. Впервые отчекайная в тысяча пятьсот восемнадцатом году в богемии серебра. Правильно ты? Наверное, монет собираешь? Стреляй, Никита, стреляй. Твой выстрел. Поздравляю! Молодец. Я застаю. Сам повече? Ага. Давай. Ой, как... Наконец-то мне хоть кто-то помогает в этом. Спасибо. Будь здоров, не кашляй. Что вы творите? Дайте поиграть. Зеленым хотя бы еще кораблик сбить. Стреляй, Димка, стреляй. Родители, заберите ребенка, он все корабли потопит. Ужас какой. Тебя, что ли? Вот как бывает. Да, вчера выиграли, сегодня проиграли. А может и нет. Выиграли. Конечно, ребята, ну что я. Главное сказать, ответить мне, как называется рисунок, сделанный острым предметом на дереве или металле. Элементарно. Витраж, фреска или гравюра. Фреска. Так, подойти, определите команды. Фреска или... Гравюра рисунок вырезаем. Ну, гравюра. Ну, гравюра. Ну, гравюра. Ну, стреляй, гравюра. Не туда, не туда немножко. Да не немножко, а сейчас будет второе ранение четырех палубника. Неправильно выстрел. Вот так вот расправляется. Тихо. Сейчас меня вообще... Сейчас тебя вообще замочат. Вообще ужасно. Кто мог быть актером древнегреческого театра? Только женщины, только мужчины или только рабы? Только мужчины, разумеется, конечно. Только мужчины. Только мужчины, разумеется, да? Чего там девушкам делать в театре, а? Нет, по-моему, там только мужские роли. Только мужские роли, конечно. Даже мужчины, даже женщины тоже играют, да? Да. Правильный ответ стреляется. Правильный ответ! Нет, только мужчины. Какая декриминация? Ужас. Наконец-то. Смотри, все-таки потопил. Раненый, но гордый. Вы здоровы. Еще четверо. Давай, 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 давай. Покидай нашу игру. Может, вернешься, а может и нет. Я объездил весь мир. Много чего видел. Но интереснее, чем реклама на СТС, я не видел никогда. Реклама на СТС. Рецепт из программы Полундры. Чтобы сварить макароны по-флотски, нужно взять их и сварить в морской воде. Муа. Мям-мям-мям. Стреляют зеленые. Продолжайте. Мимо! 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 Это называется агония. Лихорадка. Контузия. Контузия тяжелой формы. Как Петр Первый отблагодарил Апраксина за победы в борьбе со шведами. Он подарил летний дворец Санкт-Петербурге. Он пожаловал графский титул или отпустил за границу в отпуск. Графский титул? Пожалуйста, дворец подарил. Графский титул. Графский титул? Да, графский титул. Да, ваше мнение. Ответ команды? Да. Правильный ответ. Пожалуй, графский титул. Прекрасно, стреляйте, Лёша. Антон, лест-гол, лест-гол. Антон, знаток истории. Молодец. Все ответы правильные пока у ребят. Ну, а выстрелы, ну, хоть куда, только не в цель, а. Нет. Если так будешь продолжать, одни опилки останутся в море. Опилки. Ты настоящий адмирал? Был. А давайте-ка подарим за сбитый четырехтрубник адмиралу эту игру. Спасибо. Пожалуйста. Чем прекрасна игра Палундера? Подарок получил, еще и выстрелить можешь. Хорошая морская история. Это как фильм. Ну, а боссом на целые сериалы. Морская история. В 1708 году шведы перешли Неву и двинулись на Санкт-Петербург. Пётр I приказал Фёдору Апраксину защитить город. В ту же ночь в доме Апраксина состоялся тайный совет, на который были вызваны два пехотинца. С первыми лучами солнца пехотинцы приблизились к укреплениям шведов. При этом вели они себя очень странно. Наступали на ветки деревьев, чихали, громко разговаривали. Когда же их попытались схватить, они бросились на утёк, но выронили сумку с картой. Шведы ликовали. Еще бы, ведь им удалось добыть план наступления. Русские будут наступать с востока, объявил командующий Лебеккер и приказал стягивать на восток основные силы. А в это самое время русские, не встретив никакого сопротивления, ударились с запада. Только теперь стало ясно, как Фёдор Апраксин разыграл шведов. Этим поражением на суше завершилась последняя попытка шведов овладеть Санкт-Петербургом. Когда я был маленьким, мне сказали, что я родился в капусте. А я их сказал, я же хочу быть моряком. А они сказали, ну, значит, и родился в морской капусте. Хорошие родители. Стреляй, вперёд! А вид у него какой, а страшный. Корабли будут разбежаться? Нет! Корабли не разбежались. Корабли, наоборот, нашлись. Опа! Фаридор, ну что? Уже шесть. Будем отвечать на вопросы? Будем отвечать на вопросы. У вас подсказка ещё есть, да? Да, есть. Это будет совсем, если плохо. Да. Что на Руси скрывалось за словом «сочево»? Игра в карты, постная каша или крестьянская изба? Наверное, постная каша. Потому что сочево, это что-то сочное, но как бы само за себя говорит. Это постная каша. Ты где учишься? Я не знаю. В школе учусь. В школе? В каком классе? В седьмом. Слушай, похоже, я думал, в институте. Фаридор, стреляйте, конечно. Это постная каша, заправленная льняным конополианом или ореховым маслом, который ели в сочельник. Вот вы бы так же стреляли, как отгадываете. Не густо. Мне же прям жалко как-то вас. Прям как-то жалко по-человечески. Но как заслуженному ведущему этой программы, мне вас не жаль. Потому что вы, ребята, хорошо отгадываете, знаете много, но стреляете так себе. Что такое Парфенон? Слышала слово это хотя бы? Да. О, тут есть что-то понятно. Это библиотека, храм или мазолей? Храм. 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 Правильный ответ. Стреляй. Парфенон! 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 Ой, 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 ой. Стреляют желтые. Так неправильно это делается, а. Фух, адмирал, давай, давай. Девчонки и мальчишки, соберитесь, а то сейчас ко дну пойдете. Стреляй желтый. Дима, давай, Дима, давай, подбандерю тебе команда. Фух, адмирал, дима, 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 дима. И вновь продолжает с собой стреляет тот, кто стреляет, стреляет, кто стреляет. Желтый стреляет, желтый, желтый стреляет. Никакого сострадания вообще к этим, к товарищам, к зеленым. Антош, будем доказывать, что поговорка один в поле не воин и не имеет под собой никаких оснований. Попробуем? Попробую. Подсказку-то есть? Есть. И с какой стороны Таня Цамба пришел в Европу? Из Бразилии, Уругвай или Мексики? Чувствую, я не танцор-то. Совсем не танцор, но пока. Не, смотри, нормально, может танцевать, так неплохо. Опа, Сос, товарищ, на помощь. На самом деле, долго думать не надо. Тут думай, не думай. Либо знаешь, либо нет, дорогая мама. И с какой стороны Таня Цамба пришел в Европу? Из Бразилии, Уругвай или из Мексики? Подождите, женщины вздумают, взрослые дети, куда вы лезете? Мексика. Мексика. Я соглашусь с детьми, Мексика. Мексика. Отлично. Товарищи взрослые, вам двойка. Черт. Из Бразилии, дорогие друзья, желтые. Поздравляю с неправильным ответом их родителей. Стреляйте. Надо заворачивать. Надо заворачивать. Вдог на ремонт мозгов. О. Уважаемые товарищи, за четыре корабля супер-мега-пазл. Нереальный. Никогда в жизни не заберешь. Пажу, это вам. И книги обязательно. Книги обязательно. Поздравляйте своих друзей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зелёное братство. Вы держались хорошо, молодцом. Ну, проиграли, подумаешь. Зато... Зато в школе вот теперь узнавать будут. И брать автографы. Фломастеры, студию и, конечно, книжки на память. Был короткий, настоящий морской бой. Жёлтый выходит во второй тур, чем я их поздравляю. Зелёный отправляется домой отдыхать, чем я, в принципе, тоже поздравляю. А вам, Говорёв, услышите слово «Полундра» – бегите на зов. Бегите вперёд, полундра, лучшая эльца! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ